Одним махом, красную кнопку, так просто гейб, донс! И вакбаны действительно прилетели, они пошли в компьютерный клуб, это частое явление, где до этого какой-то парень, какой-то негодяй катался с читом. В контакте друзья друзей, у которых есть помощник там в Валфе. Эй, здорово, дружище, с тобой Серёга Сайбербанан. И по названию ролика ты, наверное, уже догадался, что речь пойдёт о вакбанах. Да, порядка 10 тысяч человек просто под затыльником вылетели с серверов официальных. Котт-страйк, блин, это такая габелла, пацаны. Вот давайте разберёмся, на самом деле, почему дают вакбаны. Давайте посмотрим, что делать, если ты ещё не получил вакбан, что нужно вообще предпринять, на всякий случай, перестраховаться, так скажем. И следующее, если ты уже получил вакбан, что нужно делать, чтобы рано или поздно с тебя его сняли. Хотя это не точно. Мои несколько зрителей, кстати, жалуются по этому поводу, говорят, дружище, я катаю без щитов, и в принципе, я согласен с ними, я знаю этих ребят, они действительно катают без щитов, но вакбаны прилетели. В общем, давай, начнём разбираться, но перед началом. Залетаем на сайт hellstore.net. Сегодня покатаем в классике. Это кто больше поставил, у того больше вероятности выиграть в эту игру. Окей, нажимаем ставка, нажимаем купить, выбираем предметы из магазина. Я возьму пару предметов примерно за стоимость 12 баксов. В принципе, этого достаточно. Пока на кону у меня есть ещё 250 долларов, и я не очкую. Итак, окей, шанс 76% на победу. Я в себя верю. Пока сейчас удачу я вижу на моей стороне, но, блин, всё может быть. Крутится, крутится, крутится барабанщик, дай хороший, дай родной. Ну, пора бы, пора бы дать в этот раз, ну, стопе, 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 дальше не едь. И кто победитель? Я победитель. А для тебя я также подготовил подгонщик. Залетай на сайт hellstore.net, вводи промокод cyberbanana, и получай себе на счёт 60 центов. Давай, дружище, испытай свою удачу. Ссылочки в описании. Странно, но перед тем, как я начал записывать, сайт, на котором показывали все вот эти вакбаны, он перестал работать. Видимо, слишком сильный наплыв на этот сайт, и просто сервера не выдержали. Ну, на скриншотах всё равно покажу. Вот, дружище, смотри, вакбаны действительно прилетели. Игровые блокировки то заходят, то отходят, и так далее. Ну, а игровая блокировка ещё так себе. Но вакбан, сам ты видишь, что никогда ещё за последнее время... Не, бывает снимают, но это крайне редкий случай. То есть, если вдруг ты получил вакбан, блин, братик, мне тебя жалко, потому что, скорее всего, ты не получишь разблокировку. Давайте посмотрим новость, которая пришла вот буквально 5 часов назад. Российский игрок получил вакбан во время отборочных на EEM New York Online 2020. Ты представляешь, ладно мы там, да, нас никто не знает, вакбан получил, значит, юзал читы, и всё. А парень положил всю жизнь вот в этот Counter-Strike, и тут вакбан прилетает во время матча. Это просто, а это может быть ошибка. Прикинь, он не юзал реально никогда в жизни читы, и тут ошибка от Valve может положить конец карьере всей. Это жесть. Но давай разбираться, на самом деле, изначально вообще, из чего мы начали этот разговор. Откуда полетели вакбаны? Самое первое, что попадается нам в глаза, это недавно вышел вот этот трансфактор, доверие, безопасный режим, продолжить с низким трансфактором и так далее. Что вообще это такое, и почему из-за этого много ребят отлетело? По одной простой причине. Если нажимаешь безопасный режим, то у тебя Counter-Strike перезапускается, все лишние программы выключаются, за счёт чего FPS падает, всё падает, все страдали, и поэтому большинство нажимало кнопочку продолжить. Это означает, что низкий трансфактор и играй. Но когда ты попадаешь в низкий трансфактор, даже если ты играешь без читов, и ты стараешься делать клатч, делаешь один в три, красиво, там ещё бомбу разминировал, просто ещё попрыгал, даже сделал вид, что у тебя банихоп, парни такие, ммм, да ты читер. И репорт, 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 привет, патруль, привет, вакбан. Как бы здесь ты понял. Следующее, идём. Помнишь, такая тема была совсем недавно, кто-то спалил приватный чит, за счёт чего тоже охренительная волна вакбанов была. Так вот, скорее всего, совсем недавно кто-то тоже свою флешечку Valve спалил, и приватный чит, так же, просто собирали, собирали, собирали всю статистику по этому читу, и просто одним махом красную кнопку, так просто гейб, данс, и всем вакбан. Вот, в принципе, тоже эта волна, как бы, мы сразу понимаем, что всё-таки чит вот этот кто-то спалил. Какой? Не знаю, поэтому я вообще к читам не отношусь, поэтому у меня пока душенько спокойно. И, ну, и сразу третий вариант, так же, это скинченджер. Если ты катал, и там где-то в интернете нашёл скинченджер без вакбанов, брат, это всё хрень. Рано или поздно тебе вакбан так же прилетит, поэтому не юзай. Сам Valve тебе говорит, братик, скинченджер не надо трогать, вот, купи пушечку за 20 тысяч рублей, ножичек. Да-да-да-да-да, я понимаю, что не все могут купить скины, но на одной руке у тебя вакбан и скинченджер, за который ты рано или поздно этот вакбан получишь, как Морфе, слышите? На второй руке, красная таблетка, синяя таблетка выбирай, на второй руке у тебя ширпик, либо из конкурсов какие-то ты скины вытащил, либо что-то подкупил, но зато вакбана не будет. Кстати, давайте поройдёмся по третьей теме, по которой я хотел тоже поговорить. У меня несколько ребят катали без каких-то скинченджеров, без каких-то сторонних программ. Чистенькие парни катали и получили тоже вакбан. Как это произошло, что это есть? Я лично думаю, скорее всего, так. Они пошли в компьютерный клуб, это частое явление, где до этого какой-то парень, какой-то негодяй катался с читом. А парни потом просто пришли, сели, и все ребята, которые до, ой, после человека, который играл с читами, катали, они все так же автоматически получили вакбан. И это частое явление, это на фейсит постоянно, это в меме, это везде так. Поэтому, ребят, если вы идёте в компьютерный клуб, пожалуйста, пацаны, не играйте со своего аккаунта. Вообще даже близко не подходите к нему. Берегите свои аккаунты и потихонечку собирайте там себе хороший инвентарь. Кстати, в будущем буду делать жёлтый инвентарь, красный инвентарь, синий инвентарь, много будет таких видосов. Окей, ребят, с этим поговорили, но теперь давай разберёмся, что нужно сделать, чтобы не получить вакбан, а ты при этом что-то прям сидишь и очкуешь. Давай об этом поговорим. Самый важный совет, наверное, самый чёткий, который будет сейчас мне сказано, не играй в эту ММ-помойку, в эти напарники, не играй. Ты постоянно получаешь репорт, 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 попадаешься под Valve и как бы вакбан прилетает. Залетай на фейсит, может быть и си, там в зависимости от того, куда тебе лучше, мне на самом деле фейсит проще. Играй там, никаких вакбанов ты не будешь, ты играешь на серверах фейсит, не играешь на серверах Valve, это совсем разные вещи. Там свой античит, где не будут, там всякие школа тролли залетать с какими-то голимыми читами и тебя нагибать. Нет, там реально сразу всех банят, возвращают тебе поинты и так далее. Все делают для людей, там свои даже турниры и так далее, и тебя, там есть даже таблица, где ты там куда-то выходишь, сколько ты там выиграл и так далее, какая-то, по тебе вся статистика есть там. Это очень здорово и интересно, действительно интересно там продвигаться к 10-м левелу и дальше, и дальше, и дальше. А всё в этой ММ-помойке, ни хера, только вакбан, придут получше и всё как бы. Так вот, это самое важное. Сейчас, возможно, будет отчасти глуповатый совет, но может быть даже эффективный. Удаляй Counter-Strike, но совсем больше не включай. Нет, удали Counter-Strike, удали все папки из Counter-Strike. Вдруг какие-то файлы случайно были где-то заменены, и чтобы у тебя не было конфликта с Valve, вот ты покажешь, у меня чистенький Counter-Strike, я ничего не качал, на паблики никакие не заходил и так далее, и так далее. Потому что с пабликов тоже всякая хрень прилетает. Поэтому просто качай ему конфиг, вставь туда и всё, играй, нагибай, просто разваливай кабины и доминируй на серверах. Я тебе на стримах на своих показываю, как мой конфиг просто уничтожает всех. Понял, да, дружище? Но это не столь такой эффективный способ, как ты думаешь, потому что если вдруг ты когда-то спалился, то тебя уже как бы, ну понял, большой брат следит за тобой, поэтому будь аккуратен в этом плане, но перестрахуйся на всякий случай. Ну и в заключении, как я уже говорил сейчас, вот когда всегда вот такие бури, банов и так далее, лучше пока просто в стороне посмотреть какой-нибудь сериальчик, не играть на серверах, я как ещё говорил, Valve, подождать, пока утихомирится всё, пока останется всё спокойненько, и потом уже можно снова заходить и играть. Особенно тем ребятам, которые очкуют за свои инвентарии, я лично за свои инвентарии тоже очкую, поэтому я пока пару дней лучше там тихонечко в фейс покатаю и всё. Кстати, ну давай залетай, завтра у меня стримчик, в фейс вместе покатаем, если у тебя хороший уровень. Давай, бомбим, 10-й левел и так далее. Ну окей, а если вдруг ты получил вакбан, что теперь тебе делать? Давай разберёмся. Но тут выход только один, это писать в поддержку. Если ты думаешь, что есть у кого-то вконтакте друзья друзей, у которых есть помощник там Valve, который вытащит твой аккаунт, поэтому скинь ему все там логины, пароли и так далее, это не работает. Единственный, повторяюсь, выход это поддержка. Находится steamcommunity.com, где магазин, сообщество, твой ник, чат и вот в поддержку. Нажимаешь Counter-Strike и после чего пишешь во всё, что только можно, что у тебя вакбан. И примеры всякие говорят, что я вот в таком-то моменте там был в клубе такого-то числа, где, возможно, может быть что-то там, какой-то чел там использовал читы, а я это не использовал. Пиши всё, что только знаешь, пиши правду. И Valve не дураки, они всё это видят, они всё это фиксят. Скажи, что IP у тебя не совпадали. Скажи, если вдруг у тебя был угнан аккаунтом на пару дней, скажи, что его украли на пару дней. Если ты всё это время катал на Faceit, скидывай ссылку на свой профиль. Говори, вот, смотрите, ребят, я только Faceit катаю. Я не катаю в MM. Если вдруг у тебя были параллельно стримы, скидывай ссылки на эти стримы и говори, вот, я катал. Но если ты действительно не использовал там всякие сторонние программы. Но если использовал, как я уже говорю, Valve не дураки, и поэтому, скорее всего, вакбан у тебя не снимут. Но рассчитывать только надо на лучшее, поэтому, ребят, рассказал всё только, что знал, всё только, о чём думал. И поэтому, возможно, кому-то это видео было полезно. Если так, поставь обязательно лайк. Ну а я с тобой прощаюсь, дружище. Обязательно зацени вот этот годный видос и залетай завтра на стримчик ко мне в 15.00. Давай, я тебя жду. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok